Василиса, иди к нам! Вопросы. Надо будет... Значит, первые вопросы. Каждый вопрос может... Ну, братья будут, и мы работаем, и отмечательно. Ну, кто как понимает... На какую тему? Это вас туда взяли. Ага, да-да-да. Проверим. Работает у неё и делает. Мила Наталья. А почему не воспользоваться? Конечно. А там оно... Видно. По отыне... Надо же не видно было. Это и... Вопрос. Отвечать на вопрос. Бери. Бери, Володя. Да-да-да, бери. Это пропост. Бери, бери. Бери, бери. Ты не будешь, боишься на камеру? Я резал. Ну, что ты? Ага, все вместе. Бери. А кто же отвечать может? Да-а, кто готов может отвечать. Только слух, бери. Давай, брат. Вопрос. Что для тебя самое сложное в посте? Говори. Как для меня. Как-то не сложно, но вот когда надо что-то физически работать, такой там, особенно с животными, потом что-то. Такое аж обидно. Хватаешь, удержать не можешь, там надо свинью колоть или что. Оно в тебя убегает. Давайте быстренько. Кто уже готов, сразу говорит вопрос. Расскажи, как ты впервые как постился. Для меня первый пост был очень непонятный. И когда я начал поститься как монах, ну там два дня не есть пищу и воду. На третий день в воду. И потом, когда я пришел как на Тихоновичу, он меня читал и дал мне попить компота. И говорит, ты что, что ты так это... Ну нужно же по своим этим силам. Ну а я, как устав сказан, так я и делал. Ну вот это как бы, это был мой первый пост. Что, по-твоему, способствует лучшему постничеству? Место, люди, атмосфера. Я думаю, что это настрой каждого человека. Как ты настроишься так? Давайте еще по-быстренькому, чтоб ну не долго. Меняется распорядок своего дня. Недели, месяцы во время поста. Да, в общем-то, распорядок дня не меняется. Кое-что только исключается. Допустим, телевизор там меньше. Нет, ну как не изменяется? Ну а поможешь помолиться, что почитать? Меняется? Да, да. Ну только, но меняется, да, конечно. Салтырь там. Читаем с матушкой утром две кофизмы, вечером две кофизмы. И вечерним молитвам так утренним присоединяли. Ну вот так вот. Ну не меняется, конечно. Ну а так, остальное-то ничего. Ну все, следующий. Как выглядит пост в твоей семье? И как ты видишь он в своей будущей, настоящей семье? У меня уже есть настоящий семей. Как? Смена рациона, усиленная молитва. Ну конечно, да. Покроны, естественно, уже не поясные, а земные. Ну и, конечно, там, молчание больше, чем говорили. Давайте по-быстренькому. Мешает ли тебе поститься твоя работа, учеба? Нет, не мешает. Как ты себе представляешь свой идеальный порт? Идеальный. Ну, больше молиться, наверное. Как смотришь? Меньше физически? Нет, наоборот, наверное, больше физической работы. Считаешь ли ты, что пост в виде ограничения в еде обязательным для христианина? Ну, конечно. Конечно. Ну, в одно место. Надеюсь, у нас. Еще два. Ну, давайте, по-быстренькому. Для тебя пост – это больше про общество или про одиночество. Почему? Ну, это, скорее, сугубо. И тут все включается в себя. И общественно, и именно единолично для каждого поста. То есть… И это, и это. Конечно. То есть, нет разделения. Ну, давайте, быстренько. Общественно, это как молитва. То есть, ну, общие молитвы, то есть, в храме Божьем. Замечаешь ли ты какие-то изменения в себе, когда постишься? Конечно. Злой и голодный. Что ты делаешь, если обстоятельства складываются к нарушению поста и как советуешь остальные? У меня такого не было. Ну, и все. Ну, так и ответь. Ну, не было и не было. Вусь, ты… Такое бывает, когда слава с папой сидит. Вот она и встречается. И нам всего два осталось. Ну, кто еще не ответил? Лариса, вон. Кто для тебя является, если есть такой примером подражания в посте? Ну, давай, давай. Ну, вообще, любой человек, который сорок дней постится вообще, ну, не пьет и не ест. Вот это для меня пример. Давайте, кто следующий? Тетлюба? Нет? Нет. А как это сорок дней? Ну, ладно, не езжай. Ну, Моисей! Моисей, кто? Что ты мои-то ответы даешь? Давай, давай, давай. У меня тоже назови три слова, которые тебе ассоциируются с постом. Ну, вот то, что ты говорил, Моисей сорок дней постился. Ну, это не для меня, конечно, пример. Там Илья постился. Вот это библейские. Ну, и вообще, труд с постом. Три слова. Духовные именно, более лучше. Все? Кто еще? Лиза. Я вопрос не понимаю. На что Божье село не обращаешь во время поста? Наоборот, наверное, ни на что не обращаешь внимания. Только постигшься. Глаза отводим. Глаза отводим. Ну, как понимаешь, так отвечаешь. Тут вообще нет такого, что вот только так и никак по-другому. Андрей, все? Все? Иосиф остался. Иосиф. Расскажи о самом запоминающемся посте. Это когда было мне 7 лет. Я жил тут у бабушки зимовал. Мы вдвоем тут жили. А дядя Павел выезжал периодически. Продукты привозил. И вот он из очередной поездки вернулся. Привез много хлеба, буханок. Ну и, наверное, еще какие-то продукты. Но, чем не запомнилось, что он отрезал корочку хлеба и на плите, на печке. С двух сторон обжарили. И так было вкусно. Теперь следующее. Теперь термины. Нужно объяснить, как вы понимаете этот термин. Масло ароматного польешь туда, и хлеб макаешь, но это очень вкусно. Термины, объясни, что обозначает. Термины. Ну, как понимаете? Термины. 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 Палится, палится. А это такая вот штука. Дубина, которой гоняют. Вот, уже отмечают. Термины. Термины. Давай, если вытащил уже. Все. А если что-то делаешь не то, главное не палиться. Следующий. Сам придумал. Следующий. Как видим, это не может. А, здесь ударения это нету. Палится или палится? Кафизма. Ну, это Салтырия и Трислава. Это кофизма. Палится. 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 Как бы она... Ручка такая и на конце там... Это когда несет там Евангелие и что, с двух сторон они несут филипиды. А-а-а. Ну вот, как такая, как звезд... Ну, как... Как этих... Звезда. Апаха. 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 Кто еще знает? Следующий. Ну, это... У меня пассия. У меня пассия. У меня пассия. Что такое пассия? Существует четыре пассии. Ну, во время чтения Страстных Евангелий. Я знаю. Знаю. Парастаз. Парастаз. Батюшка, Парастаз. Подсказывайте. Не пользоваться никакими нельзя. Интернетом не пользоваться. Андрей. А сейчас он загадки загадывает. Мне загадали, что такое синоксарь. Я и знаю, что это есть... Что такое синоксарь. Книга, по которой ведется... Богослужение на клиросе. А кто их? Ну, воскресные глаза. А кто их? А, вон, все, все. А кто еще? Триотик. Ну, богослужебная книга. Да, да, да. Вот вас поспешим. Трапида. А, ну, он вдруг, да, батюшка, тоже нельзя. Акафис. Ну, это вообще пение. Ну, как, песнопение? Теплота. Откровение. Теплота. Типа, это запивать, наверное? Это нет, это церковное. Это запивать. Запивка. А вот это я не помню. Исихазм, что-то не помню сейчас просто, не могу сказать. Исихазм, кто знает? Слово знакомое. Это слово молитва. Вот так вот. Ну, я этим не практикуюсь. Слово знакомое, а не помню. Можно локтями упираться. Можно присесть, а можно сесть там в три положения. А что такое? В монастыре есть такие станкисты сиди, где-то можно стоять и локтями упираться. Линейя. Все в сетке, Лариса, ты вот как бы стоишь. Паремия, притча. Паремия, притча? Да, так сказал Гугл. Неправда. Поговорка, пословица, притча. Нет, притча, ну... Паремия, это чтение Ветхозаведния, да? В основном из Ветхого Совета, но не факт. Большей частью. Преимущественно Ветхозаведния. Паремии сейчас были там деяния или что-то было? Деяния апостольская, это не Паремия. Следующее надо цитаты. Нужно пояснить контекст цитаты, озвучить актуальность и применяемость ее в жизни. Цитата. Ну, отдохнули, вышли, молилию послужили, а потом трапезу чёстры приготовили, трапезу. На улице столы разбросили. Что-то уже бумажки пошире, я смотрю. Ну ладно, давай. Ну интересно. Что-то уже бумажки пошире, я смотрю. Выглядом был нормальный? Тоже послотнее. А что цитата? Ну ладно. На современном языке, да? Ну да, как ты понимаешь эту цитату? И как в жизни ее можно применять? Спасибо. Спасибо, Христос. Цитата, как применять жизнь. Как понимаете, как можно применить в жизни? Цитата, как понимаете, как применять в жизни. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умолице твою, чтоб явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который втайне. Отечество видящее тайное воздаст тебе Бог явно. Ну, смысл тот, что пост, он как бы не для внешнего атрибута, а для внутреннего возрастания. Ну, поэтому, вот, надо на это акцентрировать внимание, что не для внешности поститься, не побыть. Не для людей, а для Бога. Не для людей, а для себя. Ну, потому что, видимо, доробятся. Ну, а что здесь отвечать надо? Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня. И не ешь, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я с служанками моими буду так же поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона, и если погибнуть, погибнут. То есть, верь. Что это? На что ответить? Ну, как в жизни это может? Ну, как в жизни применить можно? То есть, силу поста? Конечно. Ну, вот эта цитата, и как в жизни применить? Если у тебя сильная какая-то скорбь попросила кого-то в близких тебе по дому, двое-трое, да? Да, давайте, там два-три дня наложим пост. Пост, и Господь тогда, ну, как даст, так и даст. Ну, да. Ну, следующий давайте. Только так. Иисус, исполненный Дух и Святаго, возвратился от Иордана, и поведен был духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествию их напоследок залкал. От луки четвертая глава, апельс 1 по 2 стих. Сложно. Ну, то есть, после крещения Иисус Христос, то есть, претерпел искушение, то есть, ну, это говорится тут о том, что каждый христианин после крещения претерпевает и искушение. Аминь. Попрошение народа делал великие чудеса, то есть, ну, вот, например, вывел народ из египетского рабства, там, и другие чудеса были. То есть, это как применимо, что при, когда люди постятся и просят Бога, Он слышит их. И им помогает. Аминь. Вот так. У меня тогда. Давай. Даже когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истину говорю вам, что они уже получают награду свою. Евангелие от Матфея 6 глава 16 стих. Я просто приведу один пример. У меня один брат во Христе тоже. Он как-то говорил, что, говорит, он там на работе своей, как начальствующий. И ему, по-моему, как-то один раз услышал, как у него рабочие говорят. А Володя-то, говорит, злой ходит. Говорит, у него пост, говорит, начался. Он говорит, а я потом читал Исаию, пророка. Там как раз говорится о посте. Я сейчас не помню, какая там глава. Вот. И он говорит, что пост должен быть такой, что лицо у тебя должно быть. Или помашь голову свою. Ну, это было бы. Да, да. И он говорит, это мне в обличении было, говорит. Вот такой пример, да. Ну, как бы для меня это тоже был пример от него. Ну, давайте, что ли. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, ни едим ли ничего не теряем. Ну, наверное, в посте главное не пища, а духовное состояние человека. Говорят так, особенно баптистов так говорят. Пища нас не приближает и не удаляет. Не удаляет, нет? Нету такого не написано. Нету. Да нет. Как нет? Правда нет. А как же так? Все повторяются. Да удать удаляет. Адама из рая удалила пищу. Что, Андрей, у тебя? Книга пророка Даниила. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. Я не помню, что там за ситуация, почему три седмицы дней. Это чья книга? Даниила. А, Даниила. Ну, какая-то нужда видна была, и вот он удерживал себя от всего этого. То есть ты можешь тоже, ну, как бы, можно же, как бы... Мы этим занимались сорок дней. Сорок дней занимались. Сорок девять. Вкусного хлеба не ели. Ну, давайте. Давай, Лави. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Евангелие от Марка 2.19.20. Это для сектантов. Я считаю, что это всему свое время. Время веселиться, время поститься, и на Пасху мы не постимся. Все. Аминь. Закончилось. Аминь. Это время. Ну, у меня что тут добавить? Тут вопрос и ответ. Сераков 34.26. Как человек, который постится за грехи свои, опять идет и делает то же самое? Кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся? Что тут ничего не добавить? Места описания у нас в храме висит. Да. Места из беден. Места из беден. Мам, давайте песни петь. Пойдем. Телефон. Капина. Места.